Кстати, обратите внимание, знакомые лица на 551-й странице, тот самый интернет-каталог антикварного холодного оружия и военного антиквариата, которому реально можно доверять. Antiquar.com, Antiquar.ru вообще можно набирать, либо здесь даже кваркод рабочий есть. Я уже забыл, кстати, что кваркод есть настоящий. И вот это тот самый магазин, который я могу отсоветовать, потому что сюда я ищу вещи и предметы, которые я нахожу, большинство из них вы можете здесь обнаружить. Но нужно быть быстрым, потому что хорошие вещи быстро разбирают. Всем привет, с вами видеоблог Варстория, я Алексей. Сегодня у нас видео посвящено будет кинжалам НПА, национал-политические школы Германии. Это школы для подготовки высшего руководства страны и высшего руководства нацистской партии. С помощью этих школ правительство нацистской Германии хотело подготовить свое будущее поколение, потому что они понимали, что запал тех людей, которые устроили. А всю эту большую заваруху с 1933 года и далее запал этих людей пройдет, и люди были относительно возрастные. Им нужна была молодая кровь в прямом и в переносном смысле. И кинжалы, которые сейчас находятся у меня на столе, это документ эпохи, яркая иллюстрация к тем самым страницам истории, которые к нашей, кстати, истории тоже могли бы иметь отношение. Ведь немцы хотели завоевать много стран, большое пространство и должны были своих лидеров, таких наместников распространить везде. Вот, собственно, их они и выращивали в этих школах. И давайте про эти школы узнаем поподробнее. Мне поможет книга Ральфа Зигерта «Служебные кинжалы и холодное оружие НПА и организации Гитлер Югент», которую написал Ральф Зигерт, и она была в дальнейшем переведена на русский язык. Национал-политические учебные заведения были созданы в Германии в 1933 году после прихода нацистов к власти. И эти учебные заведения были созданы как элитные школы-интернаты, полное погружение абсолютно учащихся в непосредственно образование и, естественно, в обработку, политическую обработку идеологическую. И дети жили там 24 на 7. Для того, чтобы попасть в эти учебные заведения, нужно было пройти недельные испытания, недельные курсы. Кроме того, за будущего воспитанника должны были поручиться люди, которые уже состояли в партии. И, соответственно, такой дополнительный груз на ребенка возлагался. Нельзя было подвести тех, кто за тебя поручился. И постоянная была обработка, в том числе идеологическая, как я уже говорил, постоянное давление и такое втирание в мозги молодые тех идей, которые нацисты дальше несли в мир. Первые три школы были основаны еще в 1933 году, в 44-й день рождения Адольфа Гитлера. И эти школы были образованы в Плёне, Постдаме и Кёслине. И вот вы сейчас на своих экранах видите эти школы. Все школы на территории Третьего Рейха располагались, как правило, в исторических зданиях, замках или каких-то таких серьезных, брутальных, мощных сооружениях. Немцы продумали в том числе и этот момент такой психологический. В школу принимались юноши возрастом от 10 до 14 лет. И обязательным было предоставление справки об арийском происхождении. В 1941 году более 6000 человек обучалось во всех учебных заведениях НПА на 1945 год, на момент уже окончания войны. Всего было 43 школы. 40 школ для юношей и 3 школы для девочек. Девочкам не полагались кинжалы, только юноши могли их носить. Но на самом деле не так много их было. И даже самые большие школы не были реально огромными, потому что всего 14 классов в самой большой школе НПА было. Это была школа Наумбург, кстати, кинжал с клеймом этой школы, вот сейчас тут буквально у меня на столе лежит. И это было 432 учащихся на момент 1942 году, по крайней мере. Потому что по 1942 году все сравнивают, видимо, сохранились документы только по этому учебному году для всех школ. Можно отследить, сколько народу где училось. И примерно понять масштабы вовлеченных в систему учеников и преподавателей. Преподавателей, кстати, тоже было совсем немного, но об этом чуть позже. С момента образования системы НПА за ее контроль боролись сразу несколько политических организаций. Это были, естественно, и Гитлер-Югент, потому что они, можно сказать, отвечали за молодежь и за воспитание молодежи. Это были штурм Аптайлунг или ЭСАП на момент 1933 года. Это была прям могущественная история. Но после Ночи длинных ножей в 1934 году и после ликвидации Эрнста Рэма все, естественно, под себя подмяли СС. И руководителями, вот людьми, которые носили вот такие вот кинжалы, именно лидеры НПА, стали почетные члены СС. То есть они взяли своих самых доверенных людей и поставили их над руководством. Конечно, там были постоянно какие-то подковерные игры, потому что все-таки это были люди, которые в дальнейшем могли быть прям лидерами верховными. То есть они должны были быть везде распространены и все хотели взрастить свою, что называется, поросль. И руководство СС, конечно же, это все дело понимало и все попытки купировало и все перетянуло на себя. В принципе, как и остальные организации, потому что, как мы знаем, многие организации, в том числе, например, даже постшутс почтовая охрана или охрана железных дорог или даже те же самые технические корпусы, но все после 1942 года перешло под контроль СС, шутс штафеля. То есть эта организация осуществляла контроль всего, но в первую очередь с 1934 года. Они пошли вот сюда, вот именно в НПА и пустили корни очень глубоко. К слову сказать, воспитанниками системы НПА были многие известные люди. Например, это политик Рюдигер фон Вемер, который был постоянным представителем Федеративной Республики Германия при организации объединенных наций с 1974 года. Председатель правления Дойчебанка Альфред Херхаузен тоже был воспитанником национал-политической школы и многие другие, в том числе, например, актер из Штайнер «Железный крест», майор, он тоже был воспитанником НПА. И многие-многие другие, которые здесь в России не так известны, но в Германии это были видные политические деятели, либо деятели культуры, также были воспитанниками этих систем. И это не осуждалось, на тот момент они были детьми, тем не менее. Учащиеся были разделены на две возрастные группы, это 10-14 лет, таким ребятам не положены были кинжалы, в определенных отдельных случаях им полагался нож. Вместе с формой, но не во всех, то есть он не был обязателен к ношению для всей молодежи возраста 10-14 лет. С 14-18 лет молодежи положены были кинжалы, вот такие кинжалы воспитанника НПА, и мы видим его сейчас на своих экранах, он имеет такие яркие отличия от остальных, у него нет никакой абсолютно символики на рукояти. Кинжалы эти изымались по окончанию учебы и не оставались у воспитанника в дальнейшем, и поэтому в том числе они достаточно редкие. То есть даже все те немногие ученики этих школ, которые их прошли, не могли забрать себе домой этот кинжал, ну то есть наверняка кто-то забирал, но не все. Изначально, если люди по правилам жили, а немцы живут по правилам, кинжал этот сдавался, и выдавался кинжал также в торжественной обстановке, в специальный день оружия. Кроме воспитанников НПА, также кинжалы имели преподаватели и лидеры, либо руководители этой системы. Соответственно, у руководителей был кинжал, так называемый цепник, на цепном подвесе, здесь вот он у меня наверху, на подставке находится. И естественно, яркое отличие от кинжала воспитанника НПА, это орел, который располагался в центральной части рукояти, но отсутствие всякой символики СА или СС на рукояти в верхней, в нижней части. Как вы видите, только орел здесь есть. Преподаватели также имели свой кинжал, здесь он внизу расположен на подставке, также орел был на рукояти, но никакой символики в виде таблеток СА, СС и так далее на нем не было. И вот это отсутствие символики, с одной стороны, кинжал менее эффектный, с другой стороны, это дополнительная защита от людей, которые компилируют из запчастей предметы. Рукоять НПА очень сложно найти, то есть мы понимаем, что там нет следов постановки таблетки, и здесь абсолютно четкое, чистое такое вот дерево. Такую рукоять отдельно практически нереально найти. Клинки кинжалов НПА принципиально не отличались. На них на всех, и на воспитанниках, и на преподавателях, и на руководителях, был единый девиз. Мерзейн Альшайнен, прошу прощения за мой немецкий, переводится как «быть лучше, чем казаться». Немцы в этом плане, конечно, не переставали удивлять, потому что если мы посмотрим на девизы на клинках немецкого холодного оружия, там такие достаточно правильные вещи расположены. Но в Германии, например, все эти девизы под запретом, частично и у нас тоже на серьезе, именно с целью пропаганды, конечно же, такие девизы нельзя произносить, потому что они все относятся именно к периоду Третьего Рейха. И как бы нам не хотелось, но все равно они являются девизами запрещенных организаций. И то, что мы сейчас показываем здесь и девизы, и символику Третьего Рейха, мы не нарушаем никаких законов, потому что демонстрация нацистской символики здесь у нас в данный момент и вообще на канале не сопряжена с пропагандой этих самых организаций. Мы все это дело показываем исключительно в образовательных целях и исторических. Итак, давайте рассмотрим каждый предмет по отдельности и посмотрим еще так углубимся вот в эти моменты. Для удобства всю эту конструкцию сюда передвинуем, и мы с крупного плана посмотрим каждый кинжал, отсмотрим, и я вам еще и клеймо покажу. Кинжалы у нас, можно сказать, такие самые-самые по школам, потому что мы здесь видим клеймо PL, это та самая первая школа, самая первая, которая была образована пленой. Она называется, вот вы сейчас видите ее на экранах на своих, и давайте даже вот так вот книгу откроем на странице с этой школы и немножко про нее почитаем. Количество обучающихся в 1942 году 240 человек, 8 классов всего было. И обратите внимание, здесь есть такая строчка, 11 преподавателей обеспечивали воспитание и образование, то есть был начальник и 11 преподавателей. То есть 11 человек всего в этой школе было, которые носили вот такие вот кинжалы для преподавателей. А такие кинжалы носили непосредственно уже руководители школы. Книги, кстати, интересно еще посмотреть, мы видим целую коллекцию оружия по НПА и Гитлерюгенд. Вот, например, самые маленькие участники носят кинжал, носят нож Гитлерюгенда, стандартный. Вот здесь вот мы видим, собственно, саму символику. Два цепника НПА здесь есть, вот мы их видим тоже как раз. Они, насколько я вижу, по крайней мере, правый на мельхиоровом подвесе, а слева, скорее всего, на алюминиевом. И по центру нож или кортик лидера организации Гитлерюгенд. Вот он, собственно, здесь собственной персоной. И обращу внимание, что не все лидеры Гитлерюгенд обладали таким кортиком. Они могли носить пистолет вместо кортика, но здесь вот этот момент есть. Вот этим, кстати, необязательностью обуславливается их редкость. А вот этот лидер Гитлерюгенд, мы по вот этой елке можем опознать, ну, еще по лицу, то, что один и тот же мужик. Вот он ведет стрельбу из П-08, тоже прицельная стрельба, подает пример молодежи. Ну, вот опять же, здесь фотография интересна тем, что здесь очень хорошо видно кортик с подвесом и с характерным петлей, с характерным зацепом для этого подвеса. Считается, что в школах номерация была сквозная на кинжалах, и когда новый преподаватель приходил, он получал не какой-то свой преподавательский номер, а вот, как вы здесь видите, ПЛ-1100, то есть такой номер достаточно внушительный. Сам кинжал в хорошем состоянии, в хорошем сборе с мельхиоровой цепью. И обратите внимание, тоже в оригинальном окрасе, с оригинальной рукоятью, то есть здесь все с ним хорошо. Если мы посмотрим на клинок, также клинок не шлифовался, была небольшая, буквально такая вот полировочка, но при этом родная заводская полировка, такой кросс-грейн полностью остался на кинжале. Естественно, на 5 клинка мы также видим здесь клеймов. Вариант сбора классический, это мельхиоровый прибор рукояти, мельхиоровая цепь с мельхиоровым же карабином. Естественно, звенья нужно подробно отсматривать, звенья здесь тоже родные. И стальной прибор ножен, вот здесь вот мы видим вот эти пояски. Цепняков всего было несколько вариантов, я думаю, можно будет отдельно даже видео посвятить вариациям по времени. А сейчас мы пойдем дальше по тем кинжалам, которые у меня на столе лежат. Второй вариант кинжала, я его уже немножко показывал. Это кинжал преподавателя производства фирмы Карл Айкхерн с 1936 по 1941 год. Ставилось это клеймо, то есть это не самый поздний выпуск, не самый поздний вариант. Тем не менее, здесь мы видим цинковый прибор рукояти с алюминиевого сплава птицей, вот здесь уже по центру. Это классический сбор и посмотрите, такой классический, тоже патинированный винт. Здесь есть небольшие потемнения по клинку, но они не критичные и клинок не шлифовался, не затачивался, ничего с ним не было. Он даже не чистился. Если немножко его полирнуть, то, конечно же, он будет блестеть. Я считаю, не стоит этого делать, потому что он и так яркий, у него очень четко читается девиз. И обратите внимание, что у разных производителей на разный период были разные девизы по травлению, потому что использовались разные трафареты, естественно, как и в других кинжалах. Это такой вот один из моментов тоже по определению подлинности. И следующие два кинжала, которые я вам покажу, это кинжалы воспитанников. Они тоже интересные. Это кинжал воспитанника школы Наумбург. В 1934 году, 15 марта, эта школа была открыта. И, как вы видите, здесь была такая специфичная маркировка N382. Вот эта литера N как раз обозначает Наумбург. Было несколько вариантов клеймления. Практически все варианты были представлены здесь в книге Ральфа Зигерта. И полностью здесь были подписаны гарды, особенно верхняя на нижней. Как правило, как раз просто буква N и порядковый номер. Как пишется вот здесь вот в книге, с трехсотых примерно номеров пошел алюминиевый прибор. Рукояти на этих кинжалах. И вот здесь как раз мы видим N382 в алюминиевом приборе. Головка рукояти, или там можно еще так сказать верхняя крестовина, иногда ее называют, тоже имеет клеймо. Здесь клеймо NPA просто идет. То есть это один из вариантов клеймления у этой школы. Если мы откроем его, достанем из ножен, то опять же увидим стандартный девиз для NPA. Клеймо Карл Бюрксмюллер, Берлин. Это не производитель на самом деле, это дистрибьютор. И характерный для этого клейма момент фляст вот здесь вот мы видим. Он выполнен из фетра, он не кожаный. Вообще на таких кинжалах вот эти флясты это достаточно такая большая редкость. Потому что на СА, на СС и на НСКК флясты такие отсутствуют. Но на НПА он есть и он выполнен именно из такого вот коричневого фетра, можно сказать, как вот под цвет формы что ли. Опять же повторюсь по рукояти алюминиевого сплава. Она с клеймами вот именно как раз этой самой школы. Если по школе сказать, то вот как раз количество обучающихся в 42 году 432 человек. Это была самая большая школа в системе, как я уже и говорил. Ножны у этого кинжала в родном окрасе, здесь мы видим небольшие буквально такие вот тычки, но ножны в родном окрасе встречаются достаточно редко. Часто бывают ножны перекрашенные, имеющие старый перекрас на период. Просто ножны, которые перекрашивают уже в современное какое-то время для того, чтобы просто подобновить, для того, чтобы продать подороже какой-то предмет, у которого были дефекты, либо там чищенные и так далее. Их пытаются покрасить, ну имитировать вот эту вот новизну, что называется. А ножны старого перекраса я вам сейчас покажу. Вот здесь мы видим как раз такой старый перекрас, под ним слой металла, не ржавый никакой, то есть все с ним в порядке. И просто видно, что обновляли окрас еще в то время, потому что он достаточно толстый, имеет такой кракелюр, характерный как раз для этого периода. И следы износа, следы ношения уже поверх именно перекраса. То есть вот такой вот момент, который ну просто не подделать. Тем не менее, конечно же, всегда ценится больше. Если ножны именно в родном окрасе, прямо вот таком вот заводском, но не сильно большой дефект, если перекрас старого вот такого вот вида. Если бы эти ножны были бы вычищены и просто покрыты краской в современное время, вот это был бы уже дефект. По одной простой причине, мы не знаем, что под современным окрасом скрывается. Либо это были просто ржавые ножны, которые вычистили, провели некую реставрацию, обновили краску. Либо это вообще не оригинал. Собственно, как часто бывает, то есть футляр ножен, сами ножны могут сделать, выгнуть, спаять. Сюда вот прикрутить, припаять крючок от внестроевого штыка, шарик сюда сделать. Как правило, из цветного металла их делают, ну и стальные тоже бывают. И просто покрасить, и таким образом сделали неоригинальные копийные ножны. И как раз этот момент может скрываться под перекрасом. Здесь же все в порядке, это оригинальные ножны в таком окрасе на период. И сам кинжал интересный. Он также имеет клеймо Карла Бюрксмюллера. И здесь обратите внимание, ПЛ3, то есть это плен школа, та самая первая школа, которая была образована в системе НПА. И порядковый номер 3 здесь есть. И обратите внимание, что этот кинжал не руководители, не преподаватели, это кинжал воспитанника. Он мне нравится именно своим клинком, потому что клинок здесь просто в ментовом состоянии, в отличном. Нету никаких ни отметин, ни точек, ни темных пятен. То есть клинок просто в первозданном абсолютно виде. И в очень хорошем виде тоже рукоять. То есть его единственный момент, это вот такой вот старый перекрас ножен, который я, когда искал этот предмет, ему простил. Потому что это наименьшее зло, которое могло бы случиться с предметом вот в таком вот состоянии. Поэтому он очень хороший. Много достаточно подделок на рынке кинжалов НПА и на рынке вообще, в общем, холодного оружия немецкого. Потому что все его хотят, все знают, что оно стоит дорого. Но вот как раз люди, которые предлагают какие-то копии, они, как правило, предлагают что-то такое типа за полцены. Кинжалы НПА не исключение, есть целый ряд классических копий, есть ряд копий менее очевидных и есть скомпилированные предметы. И абсолютное большинство вещей, которые сейчас на рынке продаются, как раз имеют вот эти самые скрытые дефекты. Если я вижу предмет хороший, если я вижу предмет именно в таком вот состоянии на четверку и выше, я всегда его стараюсь забрать. Потому что много таких кинжалов особо не будет и есть прям коллекционеры, в том числе, например, мой товарищ, который меня отписал на англоязычный канал War Story Antiques. Он в Новой Зеландии живет и у него, так, для понимания, чтобы вы понимали, уровень вещей это дамасский СС, который находится на обложке книги Томаса Витмана, например. Так вот, этот коллекционер собирает НПА по клеймам, потому что это настолько редкий материал, он настолько уникальный, то есть это, если не Rolls-Royce, то это Бентли такое в мире коллекционирования. Предметы в отличном коллекционном состоянии, относящиеся вот к такой вот редкой категории. И был, кстати, момент такой, я показывал в стриме, очень хороший кинжал НПА нашел в Америке. Это был кинжал воспитанника, но он был, можно сказать, по цене цепника. Действительно дорогой предмет, из коллекции он был выкуплен, и в итоге коллекционер из Москвы стал обладателем этой вещи, а в Новую Зеландию предмет так и не попал, хотя он был готов дать дороже. Но предметы, относящиеся к категории культурных ценностей, с территории Российской Федерации мы вывозить не хотим, только ввозим. Это, как говорится, всех впускать, никого не выпускать. И это тоже такой интересный момент, на самом деле в Америке была немножко такая вот репутация за отечественными коллекционерами в 2000-х годах, потому что в Россию очень много везлось предметов с дефектами предметов, которые были собраны из частей и так далее, которые были самые вот такие вот недооцененные на рынке в Америке, и они сюда активно ехали, активно везли. Сейчас, когда люди, иностранные, англоязычные, видят блог, когда они видят стримы после выставок, стримы с теми вещами, которые я нашел, и, собственно, которые отправляются в Россию, они серьезно задумались, потому что вещи реально топового качества попадают сюда, и было бы интересно сделать обзоры на коллекции наших коллекционеров здесь, пока, собственно, нет никаких поездок, и показать эти вещи как на русскоязычном канале, так и на англоязычном канале, потому что постоянно задаются вопросы, куда деваются все эти вещи. Вот эти коллекции интересно показать будет. Если вам интересно, тоже, кстати, напишите в комментариях. В общем, буду ждать от вас обратной связи, и на этой ноте хочу поблагодарить всех, что досмотрели это видео до конца, поставили лайк, подписались обязательно, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропускать новых видео и новых выпусков. Так уж сложилось, что люди, которые интересуются антикварным холодным оружием, не очень активны, и вот эти вот лайки и прочее не ставят, но, на самом деле, если здесь будет больше лайков и больше просмотров под подобными видео, я буду выпускать их чаще, я так, что это тоже и в ваших интересах, ну и в моих, конечно, потому что это все поддерживает канал warstory.ru. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал, в warstory, нижнее подчеркивание.ru, вот здесь вот вы сейчас его наблюдаете, и на нас в соцсетях в остальных. Все, на этом я с вами прощаюсь. Всем вам доброго вечера, и увидимся в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!